Первая тайна нашей жизни И мы знаем, что в конце своего творения Бог по своей воле сотворил человека по образу и подобию своему. Когда мы говорим по образу и подобию своему, по образу и подобию Бога, то мы должны знать, что Бог – это не дедушка с бородой. Бог – духовное начало. И как духовная личность, значит, если человека сотворил он по образу и подобию своему, значит, мы сотворены духовными людьми. Но в отличие от ангелов, от которых мы почти что ничем не отличаемся, нам Господь еще добавил тело. А вот это тело нам дано, как довесок такой по жизни, оно взято от земли. То есть что получается? Мы имеем Духа Божьего, мы имеем духовное начало и имеем телесное начало. Наше тело один к одному планеты Земля. Один к одному. Здесь все есть. Алмазы, золото, серебро – все в нас есть. В человеке все вещества есть. Все химические элементы. Но только когда Бог сотворил человека, тело наше было совершенно другим. Говорят, что оно даже было светящееся у Адама и у Евы. Тело требует пищи. Какую пищу употребляли Адам и Ева, когда были при Боге в раю в первые сотни лет своей жизни? Они употребляли семена. Они употребляли травы. Они употребляли воздух, воду, солнечный свет. И что еще? Плоды, сеющие семя. Вот и все. Первые люди мясо не ели. Рыбу не ели. Чтобы есть мясо или рыбу, надо сначала их убить. И когда мы едим мясо, мы едим кровь животных. Поэтому первые люди были духовными людьми. А тело их было как предаток. Это оно только было видим из тела. Это были особые существа совершенно. Которых Бог сотворил по образу и подобию своему. Выше ангелов. Потому что ангелы только служебные духи. Только служебные духи. Когда мы говорим человек, то мы задаем вопрос. Откуда взялось слово человек? Откуда все человечество вдруг ввело слово человек? Это слово от Бога. И имя наше от Бога. Бог говорит, сотворим человека по образу и подобию нашему. Чело и век. Что такое грехопадение? Бог предупредил, чтобы люди не вставали на путь познания. Чтобы люди не вставали на самое главное. Что? Чтобы тело не было главным. Чтобы тело не имело приоритета перед духом. Если у нас с вами тело мощное. У нас 650 мышц. 100 триллионов клеток. Посмотрите. И многие люди хвалятся. Какое у меня здоровое, огромное тело. Мощное тело. Это в нашем теле есть кое-что нехорошее для нас. Что есть? Есть живот. От слова живот, животное. Если мы с вами живем для тела, для нашего. Кормим, поим, одеваем, обуваем его. То мы с вами становимся ближе к животным. А дух Божий уходит у нас. И тогда человек меняется в качестве. Надо всегда смотреть, что у человека главное. Что на первом месте. Тело на первом месте. Или на первом месте дух Божий. Вот что вопрос. В этом и заключается смысл нашего прихода в церковь. И вот это испытание, которое Бог дал Адаму и Еве. Они не выдержали этого испытания. Теперь о женщинах два слова. Бог сотворил Еву в помощь Адаму. В помощь. Помогать Адаму ей сотворил. Господь так и говорит. Сотворим человеку помощника. Помощника человеку сотворил. Жену дадим ему. Сежена, говорит Адам. Сежена. Помощница Адаму. Воспроизводство рода человеческого советами, помощь. Вот в чем вопрос. Все понятно и ясно. И дальше совершается неожиданно, что Бог есть педагог. Он всегда нас проверяет, как мы усвоили то или иное знание, то или иное действие. Как мы усвоили. Он нам все время совершает экзамены. Все время дает экзамены. Он педагог. И если Господь сказал им о том, что не вкушаете от плодов познания, то Господь же должен испытать их, как они устоят или не устоят. И экзаменатором он послал для Евы, послал падшего, самого высшего падшего ангела, Люцифера, светящегося. Или еще его называют в священном писании Сатанаил. Мы его называем Сатана и Дьявол. Это был высший ангел, который восстал против Бога. И за ним последовала одна треть ангелов. И вот экзамен устраивал самый высший ангел. Самый высший. Глава падших ангелов. Падших. Он падший. Он носитель смерти. Он носитель греха. Он носитель зла. Что такое грех? Грех есть уклонение от Бога, уклонение от Его закона, уклонение от Его воли, уклонение от веры. И когда мы уклоняемся от Него, сразу получается, что мы приобретаем зло. Но виновниками, как правило, этого бывают падшие ангелы. Которых мы не видим с вами. Вот это большая тайна для нас. Мы их не видим, они нас видят. И дальше происходит следующее. Когда Господь этот экзамен устраивает, то именно устраивается экзамен не Адаму, а Еве. Потому что она хранительница дома. Она воспроизводит род человеческий. Она хранительница семени Адама. От женщины зависит, как она воспитала ребенка, как она его выносила, что она ему дала, как она его наставила. Сообщила ли она ему о своем роде, научила ли его домоведнению, научила ли пользоваться землей. Как она его подготовила для будущей взрослой жизни. От женщины зависит. Женщина рожает и мужчин, и женщин. Поэтому женщина, как помощница мужчине, она отвечает за род человеческий. А мужчина все время уходит, он все время трудится. Он трудится в поте лица. Чтобы прокормить дом, прокормить тех, кто от него родится. От его семени. Но женщина, вот где главное. И Господь устраивает экзамен именно женщине. Как она сумеет устоять? Будет ли она верна Слову Бога? Будет ли она верна первой из заповедей Бога? Нет, не верна. И когда дьявол стал беседовать с Евой, а Ева переводится на наш язык жизнь, она дала жизнь всему человечеству. Мать дает жизнь детям. Или она убивает ребенка, тогда она несет смерть. Или она рожает ребенка, она дает жизнь ему. И вот мы видим с вами, что Ева это, когда дьявол вошел в змея, и через змея стал беседовать с Евой, она должна была бы сказать, сейчас пойду к Адаму и спрошу у него. Она не пошла и не сказала. Она же помощница Адаму. Она должна была бы сказать, я сейчас у Господа спрошу, как мне себя вести и как отвечать на твои вопросы, потому что Бог сотворил меня. Она этого опять не сказала. И дальше что мы видим? Мы видим страшное действие, страшное. Страшнее войн, страшнее революций, страшнее эпидемий. Ева начинает потихоньку все больше и больше слушать этого змея. И когда змей говорит ей самое страшное слово, которое пощекотило ее тщеславие, которое пощекотило ее тело, а в теле чувства ее пощекотили. Поэтому сегодня мы с вами прикасаемся к этому, когда дьявол через змеи сказал ей, да почему Бог запрещает вкушать от плодов дерево познания добра и зла? Потому что Бог знает, что если вы вкусите от плодов, будете сами как боги. Вот где вся тайна. Уж очень хотелось Еве быть как боги. Только он не сказал, как бог будете. А он сказал, как боги будете, как бесы будете. И дальше совершается катастрофа. Когда у Евы заработали чувства, когда эти чувства соединились с нервной системой, когда у Евы заработал рассудок головного мозга, когда у Евы появилась новая воля жить так и послушать этого падшего ангела, то произошла катастрофа, за которую мы расплачиваемся до сих пор и будем расплачиваться до второго пришествия Христа. Что произошло во время грехопадения? На первый план выступило тело. Теперь тело стало главным в человеке. А Дух Божий ушел куда-то. Его нет. В сегодняшнем евангельском чтении каждый раз, когда мы празднуем память Божьей Матери, читается один и тот же текст от Луки. Когда Христос ходил в Иерусалим, Он заходил, всегда заходил в дом Марфы и Марии и брата их Лазаря. Местечко Вифания находилось недалеко от Иерусалима. Что читается в этом евангельском тексте? Встреча Марфы и Марии Христа. Смотрите, Христос – Бог, который через Деву Марию одел на себя наше человеческое тело. И ходил среди людей, как человек. Его принимали большинство за человека. И ученики его принимали за человека. Только человек был необычный. Воскрешал мертвых. Освобождал людей от любой болезни. От любой немощи. В том числе от бесов. В одного человека вошло 10 тысяч бесов. Гадаринский бесноватый. И вот этот человек ходил по земле, был тихий и кроткий сердцем. Но то, что он творил 2000 лет назад, за эти 2000 лет, нет равных ему. Нет равных ему. Сколько издавалось Евангелие, переиздавалось за это время, ни одна книга равных не имеет. Что нам этот тихий и кроткий человек принес? Он нам принес новый календарь церковный. Что он нам еще принес? Новую эру. От Рождества Христова. Сегодня у нас 2022 год. От Рождества Христова. Не от Рождества Ленина, Сталина. Не от Рождества Магомета. Не от Рождества Будды. Не от Рождества какого-то великого правителя Чингисхана. А от Рождества Христова. И вот этот кроткий человек, который жил всего 33 с половиной года, из них три с половиной года проповедовал, такую память о себе оставил, что человечество до сих пор не может понять, что же, как понять его слова, как понять его цель. Рождение на земле в образе человеческом. Но еще самое главное, что когда он закончит свою жизнь, изберет учеников, все откроет человечеству, что нужно, он на глазах учеников вознесется снова туда, откуда пришел. И вот этот человек пришел к Марфе и Марии. Старшая сестра Марфы, а младшая Мария. И они от радости, надо же встретить такого дорогого гостя, за которым ходят тысячи людей, которого слушают все. Книжники, фарисеи, саддукеи. Священники, первосвященники, цари. И Марфа начинает готовить пищи много. Она хочет встретить дорогого гостя пищей. Вот что у нее есть. Накормить его как следует. И вдруг эта Марфа видит, что происходит невероятное. По закону Востока, когда гость входит в дом, Бог входит в дом. Но она вдруг не видит, что ее сестра, младшая сестра, которая должна слушаться, которая должна жить в традиции народа, которая должна подчиняться старшей сестре, Вдруг ее сестра садится у ног Христа и слушает, что он ей говорит. Вместо того, чтобы готовить для дорогого гостя пищу. Наконец Марфа не выдерживает и обращается к Христу и говорит. Господи, то есть господин, ты видишь, что моя сестра поступает неправильно. Она по традиции должна вместе со мной помогать мне и готовить пищу для тебя, чтобы тебя, дорогого гостя, встретить как следует. А она села у ног твоих, бездельница, и слушает тебя, вместо того, чтобы трудиться. Что же отвечает ей Бога-человек Христос? Он говорит Марфа. И глядя на нее, что она что-то не понимает, добавляет ей Марфа, Марфа. Ты трудишься и заботишься о многом, о многом. Видите, он ее не укоряет, что она делает не то, что нужно. Он говорит, ты просто о многом заботишься. И добавляет вдруг неожиданно, смотри, ты о многом заботишься, а другая половина, единственная, смотри, ты о многом заботишься, а единственная, одно только есть, единственное есть на потребу. Одно только. И добавляет уже насчет Марии. И Мария благую часть избрала. И не отымется от нее. Что это означает для нас с вами? Что делает Марфа? Марфа готовит пищу. А что такое пища? Пища средства для жизни. Это не цель. И мы на сегодняшний день ошибаемся. Мы сегодня выбрали средства, как нашу цель. Мы сегодня говорим, я помолился, почитал молитвы. Это средства. Мы говорим, сегодня среда или пятница, я не вкушаю пищи. Это средства. Мы говорим, я сегодня поисповедовался. Это средство. Мы говорим, я сегодня причастился. Это средство. Я сегодня постоял в храме. Это средство. Я сегодня пособоровался. Это средство. Почему мы не меняемся сегодня? Почему мы не изменяемся? Почему мы не становимся лучше? И так мы должны обратиться к Богу и сказать, Господи, что ты от нас ожидаешь? И Господь нам говорит точно, я желаю, чтобы вы стали снова совершенными, как были Адам и Ева до грехопадения. Господь говорит, будьте совершенны, ибо совершен Отец ваш Небесный. Смотрите, вот цель какая. Еще раньше Бог говорит Моисею, будьте святы, яка я свят, Господь Бог ваш. Вот, что ожидает Господь. Он ожидает, чтобы мы переменились, мы стали другими. Что такое спасение? Это перемена. Через что совершается перемена? Через что меняется наша природа? Через покаяние. А мы только исповедуемся с вами. А покаяние – это оставить то, о чем мы говорим на исповеди. Молитва покаянная. А мы просим Бога, умоляем, Господи, посмотри, Господи, я преступник, я вор, я негодяй, я изменяю жене своей. Господи, я матершинник. Господи, ты посмотри на меня, Господь милостивый. Вот, что такое молитва покаянная должна быть, пост покаянный должен быть. Когда мы постимся, говорим, хватит жрать и пить, с утра до вечера жрем и пьем. Мы сегодня радуемся, что в магазинах продается столько пищи. А почему народ вымирает? Почему народ вымирает сегодня от этой пищи? Вы что, не задумывались об этом? 52 района Нижегородской области, смертность высшей рождаемости в каждом районе. 85 регионов России, везде смертность высшей рождаемости. Вы что, не понимаете? Мы вымираем без войны. А еды сколько угодно. Посмотрите, что нам показывают в фильмах какие. Убили, ограбили, зарезали, изнасиловали. Нам больше нечего показывать. Поэтому мы сегодня, наше тело лелеем, тело наше. Смотрите, сколько одежды. Вы посмотрите, как женщины сегодня одеваются. Такого представить нельзя. Сколько угодно одежды. Только мужчин нет. Нет для кого одеваться. Вот в чем вопрос. Все вымерло. И сегодня найти хорошего мужа почти что уже невозможно. Сегодня я спрашиваю девочек 5-6 класса. Девочки, вы будете в брак вступать и рожать детей? Не надо нам говорить. Мы рожать детей не собираемся. Мы не собираемся рожать детей. 5-6 класс, девочки, говорят. А эти девочки тоже крещеные. У них есть родители. Может быть, которые молятся даже. Мы живем сегодня в средствах. Мы выбрали средства как цель, ошибка. Когда мы идем в школу, мы в школе должны получать знания. А мы что получаем? Аттестат об окончании школы. Получили оценки. Пятерка, четверка, тройка. И рады, какая у нас оценка. А знаний-то никаких нет. Толку-то что от этого? Давайте сейчас спросим каждого из нас. Мы помним физику, химию, биологию? Да ничего не помним. Какой смысл 20 лет жизни потратить на эту учебу? Какой смысл? 20 лет жизни. Потом 20 лет перекладываем бумажки с места на место. Зарабатываем пенсию. И 20 лет спим. 60 лет ушло. Дальше начинается жизнь после грехопадения Евы. Войны, революции, болезни. Ссоры, убийства, зависть. Все это наше тело. Нас развлекают музыкой. Развлекают сегодня театром. Кинофильмами развлекают нас. Но от этого легче никому не станет. Что музыканты совершенные. Что кинорежиссеры совершенные. Что правители совершенные. Что учителя совершенные. Что врачи совершенные. И Господь от нас ожидает, чтобы мы стали совершенные, как человеки. А мы перепутали сегодня. Мы хотим быть совершенными, как специалисты и профессионалы. И говорят, какой профессионал? Какой конструктор? Какой изобретатель? Какой открыватель? Посмотрите, какой ученый. Поэтому сегодня вот о чем. Мария благую часть избрала. И не отымется от нее. Что это означает? Это означает не столько, сколько мы прочитали молитв. Сколько мы прочитали Акафиста. Важно, понимаем мы, что делаем или нет. Мы знаем свою природу или нет. Когда мы приходим на исповедь, мы до конца понимаем свою природу. Мы открываем Господу, какие мы. И исповедь – это диагностика. Поэтому сегодня я напоминаю вам, что мы должны сделать. Каждый из нас прикасается к иконе. И мы прикасаемся к иконе и просим Божьей Матери, помоги мне. Господи, помоги мне. Но мы даже этого не понимаем. Каждый из нас должен написать внутри себя икону. Сегодня мы уже после грехопадения. Мы больные телом. Мы страстные нашими чувствами. Мы порочные нашими чувствами. Мы явно ненормальные люди. Если бы мы были нормальными, да и у нас разве такая жизнь была бы в России? Разве такая была бы жизнь на земле, если бы мы были нормальные люди? Поэтому сегодня, зная это, мы должны сказать – да, мы ненормальные. Тогда что надо совершить? Два действия. Первое – нужно убрать ненормальность. А второе – нужно в себе ввести то, что нам требуется. Где нам открывает это Бог? Бог хочет, чтобы мы с вами стали другими, совершенными? Конечно, хочет. Что Он нам для этого дает? Он нам дает для этого образ. Этот образ – не икона. Этот образ – заповеди. Заповеди делятся на две части. Одна часть заповедей, какими мы не должны быть. А вторая заповедь, какими мы должны быть. Господь прямо говорит – не укради, не убей, не прелюбодействуй. Господь говорит – не осуждай. Посмотрите. А вторая группа заповедей точно говорит – счастай, матерь твою. Молитесь, да не внидите в напасть. Он не говорит утром или вечером молиться. Он говорит – молитесь, да не внидите в напасть. Это другое. Он не говорит нам – поиспорядуйтесь. Он говорит – покайтесь. Ради покаяния, ради изменения себя, многие люди уходили из мира, принимали не то, что монашество, схему принимали. Уходили в горы, уходили на острова, уходили в леса, как Сергий Радонежский. Чтобы изменить природу. Зачем нам нужно менять свою природу? Зачем? Останемся такими, какими мы есть. Будем слушать музыку, будем смотреть фильмы. Нет, нельзя так. Так нельзя. Потому что мы живем очень короткую жизнь. Жизнь наша очень маленькая, короткая. И есть одна тайна, которую мало кто знает. Мы умираем с вами не от болезней. Мы с вами не от этого умираем. Мы с вами умираем по зрелости нашей. Умирают не по старости, а по зрелости. Вот чем вопрос. Но Господь забирает человека в лучшую минуту жизни. Когда Господь видит, что человек уже не может ничего сделать, тогда он ему дает иногда мученическую кончину. Господь всех жалеет. Он всех жалеет людей. Но нам с вами что делать? Если нас Господь еще держит на земле, нас еще держит, значит Господь от нас ожидает, что мы станем другими. Я умоляю и прошу вас. Ничего в нашей жизни духовной не изменится, если мы будем осуждать людей. Человеку не дано осуждение. Человеку дано только помощь. Мы должны друг другу помогать. Вот чем вопрос. Если мы видим, какой-то из наших собратьев стал алкоголиком, пьяницей, преступником, мы должны за него молиться, за этого человека. Нам нужно написать икону внутри самих себя. С кого мы будем писать икону? Господь нам первое говорит. Научитесь от меня, я как рот, так есть и смирен сердцем. И обрящите покой душам вашим. Душа успокоится, когда сердце успокоится. Добавляет блаженное чистое сердцем. И о котии Бога узнают. Вы видите. Итак, я прошу вас и умоляю. Надо хорошо себя знать, что во мне плохо. Надо посмотреть себя, что же во мне плохо. Я тысячу раз уже исповедовалось, что я осуждаю людей. Продолжаю осуждать. Запишите себя. Осуждаю. Выношу суд. Это плохо. Значит, надо поменять суд на милость. Начните жалеть этих людей. Помолитесь за этих людей. За всех. Поэтому сегодня я прошу вас и умоляю. Мы пришли к Богу в церковь для того, чтобы наша природа изменилась. А мы сегодня приходим к Богу и говорим, Господи, дай мне работу. Дай мне жениха, Господи. Дай мне мужа, Господи. Сегодня многие женщины уже сделали по 20-30-40 абортов. Прочат, дай мне, Господи, ребенка. Нет детей. Поэтому сегодня мы прошли с вами 32 года этой либеральной жизни, когда нам позволено было делать, что хотите, то и делайте. Что хотите, то и ешьте. Что хотите, то и пейте. Сколько хотите, столько и пейте. Гуляйте. Смотрите разврат по телевизору или через интернет. Все открыто. Нам сейчас сложно прийти в нормальное состояние. Но сегодня мы с вами уже пришли в церковь Божию. Мы уже пришли с вами. Я умоляю вас всех. Размышляйте об этой жизни. Жизнь наша очень короткая. И придет время, когда мы вспомним с вами слова, которые нам оставил пророк Давид. Там будет плач и скрежет зубов. Мы уже ничего не поправим, когда придем к Господу. Когда наше тело останется здесь на земле. Когда через год от него ничего не останется, кроме костей и черепа. А душа придет к Богу. Что душа наша ответит? Какой я была воровкой, Господи. Какая я была блудница. Сколько я ела пищи. Сколько у меня было одежды. Сколько у меня было обуви. Сколько я смотрела телевизор. Сколько я смотрела фильмы. Сколько я осуждала. Что скажет душа? Там будет плач и скрежет зубов. Только поправить уже ничего нельзя будет. Поэтому сегодня Божья Матерь понуждает нас, чтобы мы задумались об этом. Да, хорошо, что Марфа встречает гостя этой пищи. Нет. Мария правильную выбрала позицию. Она хочет изменить душу свою. Она хочет измениться в своей природе. И она села рядом с Христом и говорит, Господи, как мне жить дальше? Вот о чем разговор. Я умоляю и прошу вас, читайте жития святых. И когда будете читать жития святых, может быть, кто-то вам приглянется. Может быть, кому-то вы захотите подражать из этих святых. Тогда возьмите его образ для себя, и пусть он будет вашей иконой, по которому вы будете свою икону составлять. Вот в чем вопрос. Но главное для нас Господь дал заповеди. Заповеди – это образ, каким должен стать человек. Каким он должен стать? Он должен стать совершенным. И в заповедях нам даются качества совершенного человека. Богу нашему слава во веки и веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok